Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы будем делать сладкий шоколадный маникюр. Для начала снимаем старый материал. Для этого я использую твредосплавную фрезу ёлка с зелёным маркером. Это моя работа. Не помню уже сколько времени прошло, так как эту работу я выполняла перед самоизоляцией, но однозначно, по каким-то причинам больше, чем обычно. Ведь, как правило, с этой клиенткой мы встречаемся в среднем раз в 2-2,5 недели. Возможно, не получалось состыковать время работы, поэтому девушка сама убрала длину и опилила форму. Но через пару дней у меня появилось время, и мы смогли встретиться на коррекцию. Длину подравниваю и, по возможности, сохраняю пожелания клиента. Затем опиливаю поверхность пилкой, чтобы распушить чешуйки натуральной пластины и сгладить поверхность после снятия фрезой. Здесь у нас было укрепление гелем сота. Это первые руки, на которых я начала его тестировать. Девушка, флорист и свадебный организатор. Естественно, всё делает руками. После длительного ношения гель-лака, ногтевая пластина красиво вытянулась, но со временем стала очень сильно скручиваться. Поэтому я перевела клиенту на укрепление твёрдыми гелями с последующим выпиливанием натурального ношения с обратной стороны. А так как гель сота оказался очень жёстким, могу смело сказать, что от скручивания пластины он удержал великолепно. Возвеснять у нас не было ни единой отслойки. Приступаю к маникюру. Аккуратно отодвигаю пушером бутикулу. К сожалению, этот момент я не записала. Начинаю вычать терегий пламенем с синей насечкой 0,18 диаметра. Кожа достаточно сухая и даже немного грубоватая, поэтому смело беру синюю в призу. Работаю сначала на форварде справа налево, прочищаю пти риги и иду от правого синуса к левому боковому валику. Затем переключаю на реверс, работаю слева направо. Дочищаю правый синус и обрабатываю боковой валик. Не переключая режим работы аппарата, двигаюсь от правого синуса к левому и стараюсь изнутри подрезать и вывернуть бутикулу. Тем самым подготавливаю ее к счищению шаром. Это действие выполняю максимально аккуратно, чтобы не сделать пропил. Продолжение следует... Затем беру шар с красной насечкой диаметром 5 мм и счищаю бутикулу. Сегодня снова будем тестировать материал. Универсальный гель DreamLime для наращивания от марки Patrice Nail. Это человек, который со мной практически с самого начала карьеры мастера маникюра. Она всегда позволяет тестировать на ней различные материалы. Таких подопытных у меня на самом деле несколько. И это те люди, с кем я поддерживаю дружеские отношения и всегда могу получить обратную связь. Узнать их мнение о том или ином материале в период носки. После маникюра обязательно шлифую кожу силиконовым полировщиком. Убираю пыль и наношу сначала кислотный праймер. Он хорошо высушит ногтевые пластины и лучше поднимет чешуйки ногти. Когда он высох, наношу бескислотный праймер. Под укрепление втираю вазу тонким слоем, сушу 30 секунд. Ваза BeautyXMIT. Наношу тонкий скользящий слой геля Dreamline. Затем беру каплю побольше, ставлю кутикулу и распределяю материал по ногтю. При надобности помогаю себе тонкой кистью. Переворачиваю, чтобы сформировать блик и сушу в лампе 60 секунд. Материал достаточно густой и, на мой взгляд, торцы получились похожими на пирожки. Поэтому беру пилку и опиливаю свободный край. Мне такие пирожки не нравятся. Архитектура нарушенной тяжести свободного края может со временем привести к отслойке у кутиковы. После опила смахиваю пыль и всегда прошу клиента помыть руки, чтобы наверняка перед покрытием цветом на ногтях не осталось пыли. Перед покрытием еще раз прохожусь салфеткой с обезжиривателем. Цвет у нас будет глубокий темно-шоколадный. Я специально искала такой по просьбе клиентки, так как девушка предпочитает только сложные цвета или классику. Это гель-лак от Blue Sky из серии Luxury Silver. Номер, к сожалению, не вспомню. Наносила его в три тонких слоя, так как в два он немного просвечивал. Первый слой наношу на все ногти, не доводя до кутикулы. На втором слое уже прокрашиваю максимально близко к кутикуле, для этого помогая себе тонкой кистью. И уже третий слой я наношу тонко сразу на все ногти. Обычно такие цвета называют капризными, если они требуют нанесения более двух слоев. Но это тот редкий случай, когда красота и глубина оттенка достигается как раз-таки за счет количества слоев. Главное сделать их максимально тонкими, чтобы не получилась гора материалов. В завершении покрываю топом безлипкого слоя BeautyX Brilliant. Сушу каждую руку примерно 2-3 минуты. Как показывает практика, если топ безлипкого слоя сушить дольше, то и блеск он сохранит надолго. Такие вот вкусные ногти у нас сегодня получились. Еще и сладкий реквизит для фото оказался очень кстати. Оставляйте комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. И надеюсь, что вам было полезно и интересно. До встречи в новых видео!